Сегодня все больше людей задумываются о том, какой ущерб природе наносит мусор. Большинство из того, что мы бросаем в урны, это на самом деле материалы, которые можно переработать. Чтобы сократить объемы мусора, которые отправляют на полигон, в нашем городе открыты пункты приема отходов, которые будут использованы повторно. Пункты. Есть пункт приема на товарной базе по адресу железнодорожная 9, куда можно прийти и сдать пластик. Также они принимают муклатору. Есть у нас компания, так называемый Саровский фтормед. Они расположены на шоссе Южном, 26. Они принимают муклатору, стекло, пластик и металл. Что касается батареек, то в Сарове нет специально организованного места их сбора. Возить их нужно в торговые центры Нижнего Новгорода, где стоят контейнеры для этих опасных отходов. А вот с ртутными лампами все гораздо проще. Принимать их обязана управляющая компания у собственников многоквартирных домов. Либо это пункты приема организуются, либо собственник многоквартирный дом обращается в управляющую компанию. На территорию города у нас есть два пункта приема. Центры ЖКХ расположены они на улице Пионерской, 22, и на Курчатово, 29. Снизить вред от мусора хочет и областное правительство. С 1 января следующего года на территории нашего региона планируется внедрить раздельный сбор отходов для жителей многоквартирных домов. Для этого установят два контейнера разного цвета. Один для того, что можно отправить на переработку, а другой для пищевых отходов и несортированного мусора. Помимо минимизации ущерба для экологии, раздельный сбор возможно снизить плату за вывоз твердых коммунальных отходов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.